всем здравствуйте сегодня первая неделя августа у нас идет поехали мы с вороном в лес прокатиться ловушки на пчел поглядеть и дождики у нас перед этим были поехали поглядеть грибов помню с детства маленький был у меня папа всегда ходил в лес за грибами и после этого правда мы почему-то всегда ели мясо но когда уходил он говорил что за грибами и вот поехали мы с вороном в общем тоже за грибами так что что из этого выйдет не знаю пока едем грибов никаких поганок тоже пока нигде не встречаем у каждого же есть свои любимые там секретные грибные места думаю не у меня у одного так что мы вот сейчас с вороном едем по нашим с ним старым грибным местам проверим что там у нас из грибов выросла не выросла под березовики под осиновики ли есть такие грибы на березовики на осиновики если выросли такие найдем мы засниму расскажу ну а пока у нас такая тихая грибная охота может быть кто-то узнает себя в этом маленько может одни мы такие грибники калычках ну ладно что получится так за с ними на ворон а пока едем в грибные места обычно тоже как когда грибной охоты возвращаешься спрашивают нашел не нашел грибов каких нашел или даже так идем когда по лесу спрашиваем друг у друга есть ли грибы если грибов нету обычный вопрос не знаю как где а у нас спрашивают про поганки есть ли поганки если поганки растут значит и грибы растут да ворон поганки то похоже растут а вот где грибы растут как проехали в эту сторону растут ли грибы это уже другой вопрос раз нашли поганки значит найдем и грибы я так думаю ладно давай в эту сторону ворон анюх то хороший у меня что-то было трапеза какая-то поганки поганки обычно никто не берет так же как и червивые грибы вот она вот она вот она червивая поганка да учую вот так вот 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 в общем поганки есть поедем начато искать грибы ну что найдем включусь расскажу покажу а пока мы едем дальше там еще далеко ехать до заветных мест и солнце пока еще довольно высоко через час сядет мы думаю потемну обернемся в обратную сторону вот что-то размеров таких как лосенок мог лежать так что громко говорить не буду пока отключаюсь видно нет не знаю сейчас прямо возле дерева козел пробежал козу гоняет а коза такие интересные звуки издает но на монок то мне однозначно не изобразить такое будет козел бегает у него аж рот открыт может еще на раз побежит если еще выскочит камеру в руках буду сейчас держать стоять на мне как-то там до грибного леса еще далеко вот молодой козлик метров 300 и этот правой стороны от леса влево на поляну манок бутал тот же пока у меня еще попробую минуток пять подожду еще пискну прошло минут восемь наверно так и пасется ну вот что то все таки нет нет сейчас за ним то наблюдал он пасется пасется раз голову поднимет а ветер от него шея вытянут нет понюхать понюхать и дальше сейчас пытается как бы вроде пойти обратно не знаю сейчас посмотрим подойдет не подойдет с травиной воюет победил травинку значит подойдет разбодается ну что вроде нет нет но идет ко мне все же я могу ворона увидеть уши то у него новострины в мою сторону так ладно сейчас я стою за березой метра на 2 на 3 пока он своими делами занят позицию сменю за ему на земле и там будем сидеть ждать что-то в общем заподозрил шоу шоу развернулся и пошел в обратную сторону дальше траву есть наверное сейчас еще подожду минут десять-пятнадцать у меня есть в запасе что-то в общем не получилось уход уходит он ладно с вороном едем дальше ворона я не думаю чтобы он увидел вот он у меня сзади стоит хотя может и увидел он вот там травку кушает ну да ладно в общем небольшие признаки реагирования он показал что он реагирует и идет ну и вот буквально 200 метров назад в этом лесу козел с козой гоняли клопат съел весь вкус костянки перебил ну ладно едем мы дальше то опять все затягивается вот типичные места произрастания на березовиков или на березовиков как их там назвать правильно полянки такие с высокой травой да ворон полянки с маленькой травой осот вообще высоченный нарос вот такие вот признаки обитания тут есть козликов вдоль кустиков ходит здесь манить я думаю бесполезно пробовать полянки маленькие долго ждать нам некогда надо ехать вот такие вот проушинки и вот ездим ищем по березам смотрим в округе вон сломанная можно там поглядеть да ворон может там что наросло ну ладно едем едем все внимание в таких лесах на березы не высоко вот так вот вот примерно едешь из коня примерно вот так вот такие места вот смотришь там метр может высотой едем едем дальше еще надеюсь лося встретить ворон ты надеешься лося встретить надеется ладно все отключается батарейка что-то садится прямо мигом от старости уже в общем первые грибы мы с вороном нашли все таки уже солнце блин село вот они ну я говорил вот метр где-то высотой обычно растут вот такие вот грибы ну ладно они еще не доспели собирать их лучше когда черви отойдут есть грибы которые собирать надо до того как черви в них появятся а эти грибы надо собирать после того как черви уйдут есть еще подберезовики отличие это в том что те на березах просто не держатся ну или не у всех здоровья хватает их на березу поселить но если получится тоже засниму ладно едем мы дальше еще два грибных леса да как минимум мы с вороном знаем ну как то вот так вот разогнали с ворон нам в общем всех косуль с поля охотится тут какой-то мопедист видимо самопедом изъезжено не у каждого кони есть он будет ругаться если он сейчас в засаде сидит и говорит ах этот мишка гад он будет говорить много нехороших слов но мопедист тут какой-то есть может быть и за нами сейчас наблюдал ну как то вот так вот косули с поля сейчас выскочила три козленка и самочка козлята еще маленькие сегодня поднимал еще козу с козленком там уже больше пол козы козленок а эти совсем маленькие даже может быть пятнистые не стал их гонять вот рогатого маленько шуганули все ну все едем дальше не знаю как видно вот они в общем два подберезовика нашли мы кто-то дрова пилит их не нашел а мы нашли с вороном да на груздянку уже насобирали вот так вот так вот ищем грибы потихоньку потихоньку и находятся добавим вот так вот ищем грибы потихоньку